Встречали, да, под музыкой? Приветствую всех, дорогие наши братья, сёстры, приветствую всех тех, кто с нами в сети интернет. Сегодняшнюю проповедь я заглавил вот проблемы в жизни. И следующий вопрос, наверное, самый интересный, да? А кто в этом виноват? И я, честно говоря, не знаю, насколько вот это название согласуется с тем, что я хочу вам преподнести, но это вам уже судить, но мы сегодня с вами будем говорить о том, как некоторые библейские герои, или, точнее, к какому выводу приходили некоторые библейские герои, которые сталкивались с той или иной трудной ситуацией в своей жизни. То есть такой ситуацией, ну, которую, в принципе, ну, вот мы сегодня же задаем такие вопросы, почему вот это произошло в моей жизни, да? И каждый из нас пытается как-то ответить на этот вопрос. Вот сегодня мы с вами постараемся разобраться, вот как библейские герои пытались ответить вот на этот вопрос. И мы сегодня с вами увидим, что у них было совершенно разное представление. То есть разный подход, как объяснить то, что вообще происходит. Я хочу, прежде чем начать уже конкретно анализировать священное писание, рассказать вам одну такую историю. Честно говоря, я даже не знаю, эта история имела в жире, имела вот реальная, то есть это реальная история или это притча, но рассказывается, как соседствовали два человека. Один был верующим, другой был неверующим. Ну, и у каждого было поле с пшеницей. Естественно, мы уже понимаем, что верующий человек постоянно молился Богу, благодарил Бога, да, вот за урожай, собирал урожай в свое время. Ну, в принципе, то же самое, собирал урожай также неверующий человек, но мы понимаем, что в отличие от верующего, он не благодарил Бога, он не прославлял Бога, то есть он жил своей жизнью. Но вот наступила беда, наступила беда, и саранча налетела вот на два этих урожая. А, ну до этого вот неверующий человек всегда, что говорил верующим? Как вам кажется, что он будет говорить? Вот, ну до этого события, вот ты служишь Богу, да, вот ты благодаришь Бога. А скажи, ну, что Бог сделал для тебя того, чего нет у меня на поле? Но все, что у тебя есть, то же самое есть, в принципе, и у меня. И вот после вот этого нашествия саранчи, наверное, вы сейчас ожидаете, что я скажу, что саранча съела все поле неверующего человека и оставила поле верующего человека. Нет, было не так. Саранча съела всю пшеницу и на этом поле. Саранча съела всю пшеницу и на этом поле. И, естественно, здесь уже со стороны неверующего человека вопрос к верующему человеку. А где твой Бог, которого ты благодарил, которому ты поклонялся, которым ты восхищался? Вот пришла саранча, погубила и мое поле, и твое поле. Как вам кажется, какой ответ он дал? Ему же надо было что-то ответить. Ему нужно было выйти из вот этой ситуации. И он дает очень уникальный ответ. Он говорит, ну что я могу поделать, если Бог захотел свою же саранчу покормить своей же пшеницей? Вы понимаете, каждый из нас в такой ситуации пытается найти какое-то объяснение, какой-то ответ. И мы сегодня с вами рассмотрим пример четырех библейских героев, вполне преданных и верных Богу мужей, которые подходили вот к этой проблеме, но с неодинаковой позиции и с неодинаковой точки зрения. Итак, самый первый герой – это Давид. Я предлагаю вам открыть 38-й псалом. Вообще сегодня ученые считают, что 37-й и 38-й псалмы, они были написаны в одно и то же время и как бы являются началом и продолжением. Но что интересно, когда мы исследуем 37-й псалом и 38-й псалом, мы понимаем, что в жизни Давида были серьезные проблемы, связанные с его здоровьем. Вот, например, 37-й псалом, мы читаем 6-й и 7-й стихи. «Смердят, гноятся раны мои от безумия моего, я сагбен и совсем паник, весь день сетуя хожу». Есть предположение, что на старости лет у него было какое-то такое серьезное заболевание. И более того, когда мы читаем 37-й и 38-ю главу, мы также приблизительно понимаем, что это был тот период, когда Ависалом гнался за своим отцом. То есть, с одной стороны болезнь, с другой стороны преследование, со стороны своего же родного сына. И вот интересно, вот 38-й псалом, к какому выводу приходит Давид? Вот в такой бедственной ситуации он находится. К какому выводу он приходит? Давайте внимательно прочитаем 2-й стих. «Я сказал». Что значит «я сказал»? То есть, я принял определенное решение. В сердце своем я принял решение. Какое? «Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивые находятся рядом, предо мною». То есть, к какому решению здесь приходит Давид? «Что я буду в присутствии неверующего обуздывать свой язык, чтобы не роптать на то, что произошло в моей жизни». Вы понимаете? Потому что, когда наступают трудности в жизни человека, что хочется этому человеку? Всем рассказывать, да? В какой ситуации, в каком он положении. Но Давид, будучи глубоко верующим человеком, человеком, который настолько сильно любил Бога, что не хотел бросить тень на его авторитет, он говорит, в присутствии неверующего я об этом не буду говорить. Я просто буду сдерживать свой язык. Тогда возникает другой вопрос. А мог бы в присутствии верующих в таком состоянии он прославлять Бога? Интересно, да, вопрос? Давайте посмотрим, что делает Давид. Третий стих. «Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром. И скорбь моя подвигалась». То есть, прогрессировала. Вот интересно, положение Давида какое? Я не буду жаловаться на свои скорби, я не буду жаловаться на свои трудности, но я и ничего хорошего не могу сказать о Боге. Почему? Потому что он скажет, а если Бог рядом с тобой, почему все это произошло в твоей жизни? И какой ответ я ему дам? Понятно, да? Позиция. Но как вам кажется, вот это молчание, оно решает проблему или нет? Мы читаем в тексте, что проблема не решается, а болезнь прогрессирует. И дальше что он говорит? Четвертый текст. «Воспламенело сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь, и я стал говорить языком моим». Интересно, что есть такие люди, которые пытаются, что все это скрыть, все держать в себе, держать, держать в себе, все это копится, копится, но в один день все это может вылиться куда? Наружу. Согласны? И что же делает Давид? К какому решению он здесь прибегает? Пятый стих. Он обращается к Богу. «Скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой». Что он хотел узнать от Бога? Он хотел узнать от Бога, когда он умрет. Почему? Чтобы отдохнуть, да, чтобы отдохнуть. И к какому выводу он приходит? Почему он хотел умереть? Вот шестой стих, это самое главное. «Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою, подлинно, вот внимательно, совершенная суета всякий человек живущий». К какому мнению приходит Давид? Он говорит, что жизнь сама по себе – это суета. Почему он пришел к такому выводу? Потому что он молится к Богу. Мы об этом читаем, вот смотрите, 12-13 стихи. «Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли краса его. Так суетен всякий человек. И услышь, Господи, молитву ему и воплю моему, не будь безмолвен слезам моим, ибо странник я у тебя и пришлец, как и все отцы мои». Просит он Бога? Просит. Решается у него проблема? Он болен, его преследуют. Он просит, чтобы Бог его избавил, чтобы Бог его освободил от этой ситуации. Но ничего не решается. Поэтому он к какому выводу приходит? Что жизнь, любая жизнь – это суета. Так не бывает в нашей жизни, дорогие? Когда есть проблема, мы молимся. Когда она решается, конечно, мы встанем за кафедру и всем расскажем, как Бог решил вот этот конфликт. А если не решается? Если не решается, к какому мнению приходят обычные люди? Падают духом. Правильно? Падают духом. Но скажите, отрекся ли Давид от Бога? Нет. Что мы читаем в 8 стихе? «И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя». Почему? Ведь не решается проблема. Как был болен, так продолжает болеть. Как преследовал его Ависалом, так продолжает его преследовать. Но при всем этом он приходит к мысли, что жизнь пустая, что жизнь суетная, но я буду продолжать уповать на кого? На Бога. Почему? И вот сейчас мы приходим к одной важной категории. То есть какой категории мышления принадлежал Давид? И мы сегодня с вами, как я уже ответил, рассмотрим 4 такие категории, и каждый из нас может увидеть себя в той или иной категории. К какому мнению приходит Давид? Зачем все это с ним произошло? Он же должен дать объяснение. Кто ответственен за то, чтобы в жизни вот это произошло? Вот 10 стих, давайте прочитаем. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что ты соделал вот это. То есть кто виновник моих проблем? Бог. Бог это сделал, что со мной вот так все произошло. Но что у него было? Почему? Как он объясняет, что Бог это сделал в его жизни? Это очень сейчас важный момент, и мы читаем об этом в 9 и в 12 стихах. Смотрите, что он говорит. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. И какой текст мы еще сказали? Если ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется. К какому мнению приходит? Зачем это все с ним произошло? Потому что он считал, что он человек грешный, и за его грехи Бог его наказывает. Обратите внимание, если вы будете исследовать все псалмы Давида, вы всегда увидите вот эту ноту. Всегда он говорит, что со мной это произошло, потому что я согрешил. Но исследуя Священное Писание, мы видим исключительно только два примера, когда Бог конкретно сказал, вот раз ты это сделал, пожнешь вот это. Это случай, вы помните, с Версавией, да? И это случай, когда он сделал исчисление народа. Но во всех других случаях мы нигде не видим какой-то вот такой причинно-следственной связи. Но Давид по природе был такой человек, что если с ним что-то произошло, значит, кто виноват? Он виноват. Значит, он согрешил, поэтому Бог послал вот такое наказание. Теперь давайте все это спроектируем на наше сегодняшнее время. А скажите, нет, мало ли таких людей сегодня? Вот в жизни человека что-то произошло, да? Ему нужно дать оценку, почему это произошло. Как вам кажется, малый процент или большой процент пытается искать проблему в себе? Малый процент. Но в любом случае есть такие люди, давайте согласимся, все, что с ними плохое бы не случилось, они это оправдывают тем, значит, мы согрешили. Поэтому это произошло. Но решает ли это проблему, вот такой образ мышления, как вам кажется? Саму проблему такой образ, скажем, мысли не решается. Вы понимаете, бывают ситуации, когда существует причина-следственная связь. Ты это сделал, и как следствие тебя постигает то или иное. Но скажите, всегда ли это так? Не всегда это так. Поэтому Давид представляет собой ту категорию людей, которая пытается оправдать вот эту ситуацию, видя проблему и причину в своих грехах. Но вполне возможно, он ничего такое не сделал. В данный момент, по крайней мере, по природе мы все грешные, это понятно. Давайте теперь рассмотрим следующий герой веры, это Иов. В жизни Иова тоже наступает черная полоса. Вы помните, теряет человек все. Сначала материальное имущество теряет, потом теряет самое ценное, что только у него может быть. Это его дети. Десять детей похоронить в один день. Мутил вообще так. Когда родитель теряет одного человека, одного ребенка, жизнь для него уже кончается. Десять детей похоронить в один день. Ну, это, я не знаю, это, наверное, катастрофа. Всех детей. Всех детей, да. Всех детей похоронить в один день. Ну, и вот у него пошла вот такая полоса. Кроме того, что у него все было отнято, он еще заболел страшной болезнью. Он заболел страшной болезнью. Давайте теперь посмотрим, какова была реакция Иова вот на все это. Первая глава, 21 стих. Что говорит Иов? И сказал, Нак я вышел из чрева матери моей, Нак и возвращусь. Дальше. Господь дал, Господь и взял. Кто ответственен за все это? Согласно Иову. Кто? Бог. Господь дал, и кто забрал? Он же забрал. Смотрите, как и Давид возложил ответственность на кого? На Бога. Вы помните, там было написано, ты это соделал, поэтому я сейчас молчу. То же самое Иов возлагает всю ответственность на Бога. Но обратите внимание, он здесь не спорит, он здесь не ссорится, он просто выражает свою точку зрения. Но чем Иов отличался от Давида? Давид как объяснял проблему? Что проблема во мне. Я согрешил, поэтому это произошло. Иов не относился к такой категории людей. Иов не считал, что то, что его постигло, связано с его беззаконным образом жизни. А вот его друзья, которые пришли к нему, как раз относились к той категории людей, которые так считали. И что они пытались сделать? К чему они подталкивали Иова? Чтобы тот признал, что он согрешил перед Богом. Потому что они говорили, если ты страдаешь, значит, по определению ты согрешил. Если бы ты бы не согрешил, ничего бы вот этого с тобой не произошло. Теперь вы понимаете, что вот первый образ мышления, он немного все-таки такой скользкий. Потому что человек ничего не сделал, а ты ему говоришь, ну такой не может быть. Раз так стало, значит, ты сделал. И если бы друзья убедили бы Иова, что все это произошло из-за твоих грехов, тогда очень легко объяснить проблему. Да, я согрешил, я виноват, поэтому я сейчас все это пожинаю. Но Иов не принадлежал к такой категории людей. И интересно, к какому выводу приходит Иов? К какому выводу пришел Давид? Что жизнь человека это что? Жизнь человека это суета. Но я продолжаю надеяться на Бога, потому что я считаю, что проблема во мне. К какому мнению приходит Иов? Он тоже молчал. Молчал долгое время, да он не спорил. Он просто сказал, Господь сдал, Господь взял. Долго ли можно молчать? Мы можем молчать, но что в это время происходит? В душе. Вопросы, вопросы, вопросы. Душа кипит. И ты хочешь высказаться, ты хочешь все это наружу выплеснуть. И к какому выводу приходит Иов? Третья глава. Первые четыре стиха. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И дальше он говорит, погибни день, в который я родился, ночь, которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссеет над ним свет. К какому мнению он приходит? В принципе, тому же самому, да? Что жизнь вообще бессмысленна. правда, друзья пытались нести определенную поправку и снять ответственность от Бога и возложить эту ответственность на кого? На самого Иова. Но Иов им очень красиво отвечает в 13 главе 7 и 8 стихах. Вот смотрите, что Иов говорит. 13 глава 7 и 8 стихи. Интересно, да? Вот это на самом деле очень актуально, потому что сегодня тоже вот человек, которому вот, ну, он не соглашается с тобой, и ты пытаешься оправдывать Бога. Ты пытаешься оправдывать Бога и сказать, как будто Бог не может себя оправдать, ты должен оправдывать Бога. И смотрите, что он говорит. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к нему и за Бога так припираться? Очень уникальный текст. Вы сейчас пытаетесь, естественно, оправдать Бога, потому что я сказал, Бог виновен, что со мной все это приключилось. Вы сейчас пытаетесь оправдать Бога, и чтобы оправдать Бога, вы всю вину хотите свалить на меня. И он говорит, разве это справедливо? Разве это честно? И как вам кажется, в конце книги Бог кого оправдывает? Вот этих людей, которые пытались отстаивать право Бога или Иова, у которого было очень много вопросов к Богу и на которые он не имел ответа. Вы помните, что говорит Бог? Он говорит, Иов за вас помолится, потому что вы не говорили правду. А эти люди отстаивали правоту Бога. Вот. Они этого всего не знали. И что интересно, что в книге Иова Иов хочет говорить с друзьями не о Боге, а Иов хочет говорить непосредственно с Богом. Тоже очень интересный вывод. не с кем-то обсуждать о Боге, который дали бы ему ответы на все вопросы. А он хотел непосредственно получить ответ на свой вопрос от Бога. И вот интересно, что в процессе вот этой беседы с друзьями у него все-таки складывается такое представление, что Бог, во-первых, не заботится о своем творении, что Бог жесток. И второе, что Бог несправедлив, потому что праведный страдает, неправедный процветает. И вот с 38 главы мы видим, что Господь является все-таки Киову не всегда и не всем. Так Господь подходит и объясняет. Вот интересно, вы обращали внимание, что у него две речи. С 38 главы по 39 главу включительно он рассказывает о чем? О шести днях, о семи днях творения, да? Он рассказывает, вот если ты такой умный, если ты говоришь, что Бог не заботится о творении, что ты вообще знаешь о творении? И пару вопросов, да? Ему задают. А Иов до этого что говорит? Вот если придет Бог, я задам ему лично вопросы и пусть он мне ответит. А вот Бог пришел, задал ему пару вопросов. И к какому мнению он приходит? Вы помните? 39 глава, 33 текст. И отвечал ее в Господу и сказал, вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду. но речь Бога продолжается в 40 главе, потому что у Иова было два вопроса. Первое, что Бог жесток, потому что не ценит свое творение. Бог ответил, что это не так. Второй момент или вопрос у Иова какой был? Что Бог несправедлив, праведный страдает, неправедный благодействует. И вот в 40 и 41 главы книги Иова вы помните, он здесь особо отделяет двух таких существ. Один из них называется Левиафан, другой называется Бегемот. Мы это можем воспринять как буквальных животных, скорее всего ученые сегодня не могут понять, кто такой этот Левиафан. Есть точка зрения, что это крокодил и Бегемот, но все же 40 и 41 глава они больше касаются именно мифологии того времени. потому что согласно мифологии и Левиафан и Бегемот это темной силой. Вы читали Мастера Маргарета Бугакова? Смотрите, там тоже есть Бегемот, вы помните, который относится опять к свите Люцифера. Поэтому Левиафан Бегемот это все здесь темные силы. И смотрите, что Бог говорит в 40 главе 14 стих. Говорит, это верх путей Божьих, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Кто может его победить? Только тот, кто сотворил, только он может решить вот эту проблему. Больше никто с ними не в состоянии сразиться. И поэтому к какому выводу приходит Иов? Какую категорию людей он представляет? Он представляет ту категорию людей, что она не понимает, зачем его в жизни произошло это, но приписывает все это кому? Богу. Но в отличие от первой категории, эта категория не считает, что его постигло испытание, его постигло искушение, потому что он в чем-то согрешил. Понятно, да? Третий герой это 72-й псалом. Я думаю, вы все знаете этого героя и данный псалом. Это Асаф. У него была проблема немного иного рода. У него не были какие-то трудности, какие-то болезни, какие-то испытания. Но он не мог понять, как и многие из нас одну важную истину. Как так происходит? Что люди, которые поклоняются Богу, люди, которые чтят Бога, живут не припеваючи, а те, которые презирают Бога, которые вообще не с Богом, не уповают на Него, живут как раз припеваючи. Вы помните, да, этот псалом? И какому мнению пришел в один момент Асаф? Вот обратите внимание, второй стих. А я едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благодействие кого? нечестивых. Вы знаете, в каком-то смысле вот опасность вот здесь она была хуже и серьезнее, чем в предыдущих двух случаях. Потому что здесь Асаф усомнился уже в ком? Усомнился уже в Боге. Он говорит, я чуть не позавидовал, мои ноги уже пошатнулись. То есть я мог бы вообще отойти от Бога и примкнуть к тем, которые живут хорошо. И дальше он рассказывает, как они живут. На работе человеческих их не да, с прочими людьми не подвергаются ударам. И естественно, человек какой жизни хочет? Спокойной, хорошей, удобной или жизни полной испытаний, трудностей и горечей. И вот этот человек не может понять, он не служит Богу, я служу Богу. Как так тогда может быть? Почему в моей жизни все так негладко, а в его жизни все так прекрасно, с человеческой точки зрения? И он тоже пришел к тому выводу, что уже не жизнь суета, а упование на Бога суета. Какой смысл уповать на Бога? И как он решает этот вопрос? Смотрите, что он пишет. 16 стих. «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих». Сегодня нам очень трудно понять, почему случилось то или иное событие. Мы пытаемся понять, мы пытаемся анализировать, мы пытаемся дать какие-то объяснения всему этому. Какое объяснение дает здесь Асан? Говорит, «Когда я вошел во святилище», что он пишет? 17 стих. «Доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел чего? Конца их». Что его успокоило? Он понял, что все их процветание носит временный ограниченный характер. Что они сейчас процветают, а потом они все исчезнут. Такой точки зрения не придерживаются также многие из нас, например. Как мы пытаемся оправдать того процветания? А все равно не войдет в Царство Божие. А я сейчас страдаю, но я войду в Царство Божие. Нет такого мышления у нас? Как мы пытаемся оправдать проблему? Что ничего? У меня сейчас ничего нету, но я буду в Царстве Божьем. А у него все есть, но он это все потеряет. Но от этого твоя проблема решается? От этого твоя проблема все равно не решается. Да, ты это понимаешь, и это истина. Это истина, что те, которые поносят Бога, но при этом процветают, они Царство Божьего не наследуют. Но от этого и не решается твоя проблема, почему ты находишься в таком состоянии. Поэтому Асав представляет собой ту категорию людей, у которых в какой-то момент происходит разочарование в Боге. людей, ну как они решают эту проблему? Они надо радоваться процветанию других, потому что все они погибнут, исчезнут с лица земли. Ну и наконец последний библейский герой, это самый мудрый человек на земле. Кто это? Это Соломон. Теперь смотрите, чем Соломон отличался от Асава. Асав позавидовал почему? Что у него у самого ничего нет, а у других все есть, и они процветают. Соломон здесь объясняет совершенно другую истину. Соломон, давайте мы откроем книгу Екклесиаст и обратим внимание, что говорит Соломон. Вторая глава, третий стих. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью придерживаться и глупости. Я не знаю, вы обращали вообще внимание на этот текст? Очень важно понять, что в книге Екклесиаст Соломон просто пытается поставить эксперимент. Это не о том, что он отдалился, что он удалился и вдался в пьянство, в распутство и т.д. и т.п. Не об этом. Смотрите, что он говорит. Я в сердце моем, между сердцем мое руководствовало с чем? Мудростью придерживаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человек. Он просто хотел поставить эксперимент. Есть ли счастье вот в этом материальном благополучии или нет? И дальше вы помните, что он говорит? С 4 по 10 текст он построил там сады, построил рощи, построил все, что можно было построить и там написано ни в чем я себе не отказывал. И какому выводу приходит вот этот мудрый человек, у которого было все? И если мы захотим повторить его опыт, мы все равно не сможем. Мы не сможем, потому что он был царем, он имел доступ ко всем возможным прелестям в кавычках этого мира. У него было неисчисляемое количество золота, серебра, придворных слуг, но все у него было. Если я даже захочу прожить так, как он, все равно я не смогу. И к какому выводу приходит вот этот человек, который насладился всеми прелестями вот этого мира? К чему он приходит? Как начинается книга Екклесиаст? Суета, сует, сказал Екклесиаст. То есть Соломон бы сказал бы Асафу бы тогда, было бы из-за чего расстраиваться? Было бы из-за чего расстраиваться? Вот я через все это прошел и официально заявляю, что никакого смысла жизни во всем этом достатке тоже не существует. И это очень важный момент. Это, говорит, человек, у которого было все. Дальше другой вопрос тогда возникает. Но если смысл не в этом материальном, значит смысл должен быть чем-то другом. И что он дальше пишет? Давайте мы обратим внимание 8 глава 14 стих. Смотри, что он говорит. Кроме того, что все материальное это суета, он заметил еще одну очень интересную суету. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И я сказал, и это суета. То есть что еще заметил Соломон в этой жизни? Несправедливость. Что есть несправедливость. Праведники, которые заслуживают совершенно иного, получают не то, чего заслуживают. В то время как нечестивые, которые заслуживают наказания и осуждения, на самом деле процветают. И что Соломон об этом явлении пишет? Говорит ли он здесь, что Бог ответственен за все это? на кого ставили вот предыдущие герои акцент, когда их постигало какое-то искушение или испытание? Кто был ответственен за все это? Бог был ответственен. Соломон в корне меняет такое понимание. Соломон говорит, что во всем этом не надо искать Бога. это не Бог, который все это сделал. Извините, если сегодня кто-то здесь ковидом болен, и он подошел и прямо лицом лицо со мной разговаривает, и я после этого тоже заражусь ковидом, Бог виноват. Я согрешил, что так произошло? Нет. Вот Соломон как раз об этом и говорит, что существует грешный греховный мир. В нем происходят определенные события, которые касаются и праведных, которые касаются и неправедных. Если летит самолет и будет авиакатастрофа, и там будут находиться и праведные и неправедные, то это не означает, что праведные спасутся, а неправедные при взрыве погибнут. Погибнут и те, и те. Или же если Бог захочет спасти, то спасутся и те, и те. Вот Соломон именно приходит вот к этой точке зрения, что не нужно все, что происходит в этой жизни, связывать с Богом. И вот смотрите, какой интересный текст он приводит. 9 глава, 11 стих. «И обратился я, и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, нехрабрым победа, немудрым хлеб и неуразумных богатства, и неискусным благорасположения». Но что все решает? Но время и случай для всех них. Как? Бог, вот 12 главе в первом тексте, к какому выводу он приходит? поскольку за всем этим не стоит Бог, и не нужно все это связывать с Богом, все эти несчастья, все, что происходит, это просто жизненный процесс. Земля кипит вот этим грехом. И естественно, от этого греха тысячи тысячи последствий. И мы, как часть этого общества, как часть пока что живем на этой земле, все, что происходит здесь волей-неволей, оно касается также нас. И что пишет здесь Соломон? «Надо забыть поэтому Бога? Помни Создателя твоего в дни юности твоей». С какого момента нужно помнить Создателя? «С дни юности твоей, чтобы ты его не забыл, когда и состаришься». Для Соломона смысл жизни был в Боге. Не в материальном процветании, потому что после того, как все он это испытал, он не говорит «Помни твое серебро, помни твое сокровище». Он говорит «Помни Создателя». Но просто имей какую оценку? Как смотри на все то, что происходит на этой земле? Что оно в принципе так и должно происходить. Поэтому дорогие, каждый вот мы рассмотрели сегодня с вами четыре подхода. Давайте их еще раз обобщим. Итак, первый подход. Все, что бы не произошло во мне, это результат моего греха. Мы пытаемся так оправдать. Второй подход какой? Все, что бы не происходило в моей жизни, не обязательно результат моего греха. и в принципе мне хочется общаться не столько как вы объясняете мне мою ситуацию, а мне хочется непосредственно получить ответ от кого? От Бога. Ну виноват кто? Что со мной так произошло? Бог. Бог сделал это в моей жизни. Поэтому я хочу не от тебя и не от тебя, а непосредственно от Бога услышать почему Он это сделал в моей жизни. Хотя исследуя книгу Иова мы понимаем что Соломон был прав. Что там вообще Бога нету. Кто это все сделал? Это все сделал Сатана. Третья категория людей какая? Это Ассав, да? Которая пытается найти решение в чем? Да, сегодня я здесь страдаю, тот сегодня процветает. Но придет время, все поменяется. И наконец точка зрения Соломона, который говорит, не во всем то, что происходит, нужно видеть в проське Бога. Каждый из нас так или иначе возможно мыслит той или иной категории. Мы не говорим, какая из них правильная, какая из них неправильная, но мы говорим, что не существует какого-то шаблонного стереотипа, по которому все должны равняться. У каждого свой опыт. И каждый знает, почему постигло то или иное. Если он конкретно знает, что это причина-следственная связь, то ему нужно просить у Бога прощения. Но не всегда так происходит. Не всегда. Вот если возьмем пример у Данила, да, народ израильский согрешил, попал куда? В плен Вавилон. А что сделал Данил со своими друзьями? Тоже согрешил. Но они же тоже попали в плен. Но они не согрешили. Поэтому все, что происходит, это происходит потому, что много тысяч лет назад на этой земле зародился грех. И это все будет продолжаться до тех пор, пока не придет наш Господь и не решит проблему греха. Пусть Господь нас на этом благословит. Аминь. Станем для молитв. Дорогой наш небесный любящий, благой Отец, мы благодарим Тебя за Твою чудесную любовь. Господи, да, мы не знаем многие ответы на вопросы, почему происходит в нашей жизни та или иная ситуация. Боже, этот вопрос до сих пор всех беспокоит. И Ты никогда не отвечаешь на этот многие вопросы уже тогда, когда будем в Царстве Твом Небесном Божи. Но научи нас здраво оценивать ситуацию. Помоги Ты нам понимать, Господь, в каком случае, почему то или иное произошло в нашей жизни. Прибудь с каждым из нас и благослови нас. Во имя Господа Спасителя просим. Аминь. Субтитры Субтитры Субтитры